Здарова! В продолжении темы морских аквариумов хотел бы поговорить с вами сегодня о кальциевых реакторах. Несколько выпусков назад я сделал видос о кальциевой мешалке и, наверное, внес большую путаницу, чем какое-то понимание. На самом деле кальциевый реактор и мешалка кальквасера – это два компонента одной системы. Задача у нас стоит поднять в аквариуме уровень гидрокарбоната или бикарбоната, уровень кальция и уровень магния. Вот для этого, для этих задач работают вот эти два компонента. И они дополняют друг друга. Почему? Для того, чтобы в кальциевом реакторе растворялся карбонат кальция, вот эти скелеты кораллов, нужно в реакторе держать довольно низкий pH, 6,2. Только при таком уровне достаточно быстро растворяется на ионы кальция и на бикарбонат ионы. И насыщает воду этими ионами. Таким образом, с реактора, с кальциевого реактора льется довольно кислая вода. На выходе, если там нет специального дожигателя, на выходе вода может быть 7,5-7,8. Это низкий уровень pH для морского аквариума. Напомню, он должен быть 8,3. Соответственно, для того, чтобы компенсировать этот низкий уровень, мы ставим мешалку кальквасера, куда засыпается гидроксид кальция. Это очень щелочное вещество, которое растворяется в воде и снабжает воду ионами кальция, также щелочью, гидроксильными ионами. И самое главное, высоким pH. То есть, там pH смешалки может литься 10-12 запросто. И вот эта кальциевая вода, она как бы компенсирует низкий pH раствора, который льется из кальциевого реактора. Кальциевый реактор представляет из себя вот такую колбу. Это реактор для большого аквариума на несколько тонн. В эту колбу засыпаются скелеты кораллов. Это один вариант. Или специальный наполнитель для кальциевых реакторов. Это крошка карбоната кальция. Вот помпа, установленная на кальциевый реактор, прокачивает через весь этот слой наполнителя воду. Здесь есть трубка для подключения воды из аквариума через фильтр. Подается вода, подается очень медленно, каплями буквально. То есть, даже не стройка, это капли. И есть кран с счетчиком пузырьков для подачи углекислого газа. То есть, углекислый газ подается в сам реактор. Колба перемешивает воду. В реакторе понижается pH. И происходит растворение этой крошки. Кроме обычной крошки, вот этого карбоната кальция, в реактор часто добавляют еще специальные наполнители с магнием. Которые поднимают уровень магния. Что касается подключения самого реактора к вашей аквариумной воде. Тут есть несколько способов. Хотел бы поделиться способом, который использую я. Первое, самое простое. Вы можете взять и в магистраль, которая идет у вас от возвратной помпы. Вы можете поставить стройничок и подключиться к этой помпе. Таким образом, воду вы будете подавать на вот этот наш фильтр от возвратной помпы. Есть недостаток свой. Это не просто настроить нужное количество воды. Да, тут есть, конечно, кран. Но это такая настройка получается грубоватая. Есть вариант поставить просто независимую какую-нибудь небольшую помпу. Какой-нибудь powerhead с водой. Также краником ее регулировать. Но это тоже не точно. Я использую перистальтические помпы. Это помпы перистальтические. Капитан. Там ролики прижимают такой сантопреновый шланг. И они дают всегда одинаковый, очень точный поток воды. Они справляются с давлением, очень прогнозируем. И поэтому с кальциевым реактором я бы советовал вам использовать именно перистальтические помпы. Что касается настройки производительности, то тут у нас есть два пути. Мы можем регулировать, во-первых, количество воды, которое мы подаем в реактор, и количество газа. Производитель рекомендует в среднем делать одну каплю в секунду по воде и один пузырек в секунду по газу. Это такие базовые настройки, с которых я бы начинал. Тут, как и в любом деле, не нужна спешка. Поставьте эти минимальные значения. Поставьте пузырьки воздуха тоже на один пузырек в секунду. Подождите день, например, и замерьте паш на выходе из реактора. Паш на выходе должен быть около 6,5. Если есть возможность померить внутри, в самом реакторе, как, например, в этом, если там можно датчик поставить, 6,5. Если у вас выше, то добавьте газа. Вот, соответственно, когда вы дальше будете использовать, ну, нужно мерить, да, там, по прошествии 2-3 дней, вы должны мерить уже щелочность в аквариуме, карбонатную жесткость. Если карбонатки не хватает, то вы пропорционально добавляете и количество газа, и количество прокачиваемой воды. То есть какая-то пропорция должна соблюдаться. И уже совсем тонкая подстройка, да, вот по пашу вы следите, можно производить отдельно уже, регулируешь газ, регулируешь воду. Теперь, что касается наиболее распространенных проблем, наверное, самая распространенная проблема, да, на первом месте будет, это низкий ПАЖ из реактора, да. Тут я вначале видео начал с того, что вам следует использовать кальциевую мешалку, которая поднимает ПАЖ, да. Та щелочь, которая содержится, она связывает лишний углекислый газ с образованием карбоната и поднимает таким образом ПАЖ. Ко всему прочему, бикарбонат, кальция, который образуется, да, тут при низком ПАЖ, он сам по себе занижает ПАЖ, как бы. Для этого, для того, чтобы повысить ПАЖ, нужно сделать хорошую аэрацию. То есть, там, не знаю, хороший воздухообмен с атмосферой, проветриваемое помещение должно быть и хорошая работа пеноделителя. Ну и еще одна проблема, с которой сталкиваются аквариумисты, это дисбаланс. Дело в том, что дисбаланс карбонатной жесткости и уровня кальция. Дело в том, что при растворении вот этого наполнителя, да, для кальциевого реактора, получается сбалансированный раствор, где примерно на каждые 3 градуса жесткости будет добавлено около 20, ну не добавлено, да, придется около 20 промилле кальция. То есть, это некая сбалансированная система. И в этом, кстати, огромный плюс кальциевого реактора, что ты его ставишь и не паришься о балансе. Но бывают разбалансированные системы. То есть, для того, чтобы, вернее, залогом успеха будет запуск кальциевого реактора на уже сбалансированной системе. У тебя не получится отдельно поднять щелочность или кальций с помощью кальциевого реактора. Для того, чтобы, да, можно использовать компоненты от балинга для того, чтобы восстановить твой баланс. То есть, для поднятия кальция, для уровня кальция можно добавить хлорид кальция. А для того, чтобы поднять щелочность, можно добавить соды или гидрокарбонат натрия. На сегодня все. Надеюсь, я не запутал вас с своей телегой сегодня еще больше. Если есть вопросы, обязательно пишите их в комменты, ставьте лайкосы. Это очень важно для меня. Увидимся в новых видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok